Никогда за всю историю существования мужчин мы с вами не проводили времени так часто, как сейчас. Согласна, сейчас женщина везде у мужчины и ватсапи, и в инстаграме. Женщина сейчас как бы как бельмо на глазу, понимаете? Почему? Где мы раньше были? Ушел. Воевали, охотились, рыбачили, куда-то в торговые походы ходили, в мастерское время проводили. Домой, если ты... Мужчины домой не приходили годами. Годами. Так? Так. Вопрос. А тогда же была распространена эндогамная культура семьи. Что такое эндогамия? Это когда женщина не могла выйти замуж за мужчину из другой страны. Например, вот она родилась в Ингушетии, она могла выйти замуж только за своего... Из Ингушетии. Из Ингушетии за мужчину, за своего земляка. Все. Она не могла поехать в Ростов-на-Дону и выйти там замуж. И мы понимаем прекрасно, что тысячами лет отслеживалась чистота не только человеческого сознания, но чистота человеческого тела, я имею в виду репродуктивную чистоту женщины. Это сейчас норма, не быть там девственницей. Понимаешь? Раньше это была не норма, то есть все было наоборот. И тут вопрос в другом. А как эта женщина жила, пока не было мужа? Она же не... Вот посмотри, что сейчас кричат из социальной сети. Мы расстались с парнем, вы говорите, что в ближайшие полгода в новые отношения не идти нельзя. А как же секс? Да, это вот секс для здоровья. Я считаю, у тебя хамят бешеный сидит, сверби тебе, дергает за колокольчик и говорит, давай. Это самое мое любимое. Вы не чувствуете, не произойдет. Вы не относитесь к сексу для здоровья. Я говорю, для здоровья есть витаминчики, для здоровья есть психологи, но никак не другой мужчина. Чем он тебя вылечит? С каждым новым сексом у женщины у нее самооценка падает, у мужчины самооценка повышается. И, соответственно, ты уже с каждым новым партнером половым, ты теряешь себя, вообще свою ценность какую-то, свою чистоту. И ты разочаровываешься в мужчинах, ты уже на них смотришь, как на что-то опасное. Она на себя смотрит, такая женщина разочарована. Разочарована, что сколько ее раз не выбрали, она думает. Да, чем больше у женщины мужчин в постели побывала, тем сложнее с ней построить отношения. Это нужно запомнить. Просто практически невозможно. Это, знаешь, когда заходишь на какой-то сайт, где продают автомобили, вот что делает мужик в первую очередь? Ему нравится автомобиль, он спускается вниз, и там написано количество владельцев, более трех. И у тебя возникает мысль, а нахер тебе такой автомобиль надо? Почему? Особенно, если это, ну, к примеру, там, Мерседес АМГ, и ты понимаешь, что на такой машине вжаривают, понимаешь, вжаривают, ее насилуют, эту машину. И там более трех хозяев, 4, 5, 6, и ты думаешь, нет, я с такой машиной на удоху есть. С женщин, как бы это страшно сравнение не звучало, ты знаешь, мне вот всегда вопрос возникает к мужчинам. Скажи, пожалуйста, неужели ты думаешь, что все бывшие мужья или там бывшие мужчины, твои женщины, занимались с ней сексом, как в монастыре? Да они там вертели, крутили ее так, как они видели и мечтали в порнофильмах. То есть, каждый мужчина, побывавший в постели женщины, реализовал с ней свои все сексуальные фантазии. И пришла очередь до себя. И если она еще малоосознанная женщина, ну, всякое бывает, да, там, что-то понесло ее, ну, в какой-то момент остепенилось. Ну, а если она еще и неосознанная, с ней практически невозможно строить отношения. Это человек, на которого нельзя не положиться, не рассчитывать, и будет очень тяжело. Так вот, возвращаясь к истории, что мы с вами никогда не проводили столько времени, как сейчас, женское общество инфантилизирует мужчин. Начиная там мамы и все остальные. Ты поел, ты попил, или вот как я вчера… Шапочку надень. Вот просто я стою, не помню, где уже, вечером, и вот она что-то жужжит. А ты позвонил, а ты то сделал. Я всегда говорю, девочки, перед тем, как что-то написать мужчине смс, напиши ей маме, отправь своей маме. Если ты хочешь там какашечки скинуть сынишке, там, для своего мужа в течение рабочего дня, отправь маме. Потому что очень много времени, женщина везде. Он только проснулся, она здесь. Ушел на работу, она в WhatsApp, решил там, не знаю, на унитазе в Инстаграм полистать, она там в Инстаграме 40 stories. Еще позвонит на рабочий, и вечером, 6 вечера, ты дома? Ты когда будешь? Нет, мужчина должен успеть соскучиться по женщине. Почему говорят, дайте мужчине свободу, и нормальный мужчина не захочет ей пользоваться? Поэтому мужчины очень часто создают для себя пространство, где не будет его женщины, деструктивно. Она не понимает этого, что мне нужна свобода. Нет. А почему женщина тянет мужика обратно к себе? Почему она хочет все контролировать, все знать? Почему она ревнивая? Почему она с ума сходит, если он не звонит ей? Потому что ей плохо с собой. Ей настолько хреново наедине с собой, что она всю эту пустоту заполняет за счет мужчины. А он не может быть твоей затычкой. Ты отбираешь у него весь функционал, в котором он появился в этой вселенной. Я каждой женщине говорю, вот выпинывайте своих мужиков из дома. Ну, пусть он идет с мужиками на рыбалку, на охоту. Пусть они там, я не знаю, что-то делают, куда-то едут, путешествуют. Просто возле костра сидят, разговаривают между собой. Дайте ему вот это ощущение полета. А если он там, ну, если он пойдет там непонятно куда и будет заниматься какими-то идиотскими вещами, ну, это же просто показатель того, что ты выбрала себе придурка. Ну, а зачем? И потом женщины требуют, вот мужиков нормальных нет. Нет, мужики нормальные есть. Просто они с нормальными женщинами. Это сто процентов. Хотела, знаешь, задать вопрос, как помогаешь ли ты своей жене в ее работе? В какой? Ну, у нее блог. Да ничего я не помогаю вообще. Ну, мы можем так что-то обсудить между собой, посоветоваться. Она мне подскажет что-то, я и подскажу. Чаще она мне подсказывает. Вот, я реже. Могу подсказать, но не так часто, как она. Нет, вообще, мы вот в работе не пересекаемся. У нее своя команда, свои маркетологи там. И Настя, она суперспециалист в своей теме, поэтому я тут даже не... У тебя есть опыт. То есть, ты уже, в принципе, понимаешь, да, вот смотришь на проект, и раз ты прошел этот путь, ты примерно понимаешь, где что можно подкрутить. Я такая, думаю, странно, почему? Вот, Марк, может быть, он дает рекомендации своей жене или не дает? Нет, Настя, она сама знает, что мне подкрутить нужно. Нет, мы в любом случае друг к другу подсвечиваем. Да, вот у тебя здесь сильная сторона, здесь. А как ты смотришь на то, когда мужчина и женщина работают в одной компании или у них семейный бизнес? Ну, это тяжело, правда. Это очень тяжело. И есть такие люди, которые, не знаю, в самообмане они живут, а может быть, не в самообмане, может быть, они просто уникальные люди. Но, как по мне, ты представляешь, что ты дома с мужем, на работе с мужем, с работы с мужем. Вот я часто сталкивался с такими парами незрелыми, им плохо друг без друга. Они это интерпретируют как любовь, а на самом деле это тревожность. Понимаешь, что у них начинается паника, они как два адаптивных ребенка воспринимают друг друга как родители. Это как дети, которые пошли и заблудились в лесу. Они берутся за руки и идут вместе, оглядываются. Мы лучшие друзья. Да вы не лучшие друзья, вам просто хреново и страшно. Друг без друга. Да, если сейчас страх пропадет и дружба пропадет, возможно. Но так же и здесь. Я бы не смог точно. Как это? Нельзя так. Это, по моему субъективному мнению, абсолютно небезопасно. То есть, не лезешь ты со своими советами к Насте или вы все-таки пересекаетесь в плане работы? Нет. А как финансы в семье распределяются? Она же зарабатывает не 30 тысяч рублей? Ну вот сейчас у меня день рождения был, она мне подарила второй раз уже путевку на Мальдивы. Ну ты же понимаешь прекрасно, что это не стоит 3 рубля. Да. Перелет бизнес-классом туда, перелет бизнес-классом обратно, не гостиничный номер, а вилла. Понимаешь, там, ну я так прикинул, ну ты там миллионы рублей, понимаешь. И мне, конечно, приятно от того, что она зарабатывает эти деньги. Но она может, например, из своих денег пойти купить продукты, заказать детям одежду, оплатить няню. И она не говорит, Марк, вот это вообще не так. Нет, ну няню там я оплачиваю. Ну допустим что-то. Допустим, допустим, повара там или домработницу. Да, у нас такого вопроса нет. Она может мне, например, сказать, слушай, я сейчас не могу оплатить, потому что мне нужно там отправить куда-то деньги. Ты можешь перевезти деньги? Или вообще без проблем. В этом смысле у нас все очень просто. Когда мы с Настей познакомились, я зарабатывал очень мало денег. То есть я тогда только-только начинал такую медийную деятельность. Вот. И я даже тогда на телеканалах, на радиостанциях многих бесплатно работал, чтобы просто войти вот в эту медийную тусовку за копейки, ну реальные копейки. Если кому-то рассказать, никто не поверит, понимаешь. И когда я с Настей познакомился, я честно об этом сказал. Я говорю, слушай, у меня вот смотри, есть двое детей. Одному я отправляю столько-то, дочке я отправляю столько-то. У меня еще и родители есть. Мне еще тоже надо где-то жить. Я еще квартиру снимаю. Ну, в конечном итоге мне остается вот столько, с половинкой. Она так говорит, ну ладно, что. Я, конечно, всю жизнь так не готова, но, ну ладно, я знаю, что все получится. Она очень боевая такая, несмотря на то, что она такая милашка на фотографиях. Она как-то так-то 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 так. А у нее очень явно выражена и женская энергия. И когда надо, она может подключить мужскую вот так в три секунды. Супер концентрация, супер ответственность. Она сядет, сделает, выстроит, структурирует. Но у нее это получается в какой-то легкости. То есть, допустим, я так не могу, как она. Ну, реально, знаешь, у меня был период, сейчас мы сократили команду. У меня был период, когда у меня в команде работало почти 150 человек. Представляешь, 150. С зарплатным фондом ежемесячно 20 миллионов рублей. И у Насти там 5 человек в команде. Вот это у меня так, ты понимаешь? И понятно, что там не такие деньги она зарабатывала, но все равно не маленькие. То есть, не маленькие. Не то, что для женщин, а для мужчин это большие деньги. Вот, я не мог понять всегда, как ты так легко это делаешь. Я там что-то хожу, эти съемки за съемками, съемки за съемками. При этом у нее нет ни YouTube канала своего, никаких подкастов, никакого видео. Она все через состояние, в которых она сама варится. То есть, у Насти практически отсутствует какой-то что-то от головы. То есть, она никогда не идет в работу от головы. Она идет через состояние внутреннее. Это, конечно, очень классно. То есть, у вас, по сути, все равно общий бюджет. Ну, как общий? У нас нет такого, знаешь, у меня ни разу жена не подождая, не спросила, сколько ты в этой месяце заработаешь. Ну, имеется в виду, что вы, я тоже не знаю, сколько мой муж до копейки зарабатывает. Есть просто примерное понимание, примерное обсуждение. Если мы хотим какую-то там крупную покупку, да, недвижимость там или еще что-то, мы обсуждаем, как мы будем рассчитываться, надо нам, не надо. А не так, что раз он зарабатывает, поэтому жену не слушает. Нет, такого нет у нас. Бывают такие моменты, например, когда Настя говорит, я там не хочу сейчас работать какое-то время, я хочу отдохнуть там, домом позаниматься, все. Ну, ладно, вообще как бы не вопрос. Нет, у нас нет какой-то жесткой структуры, в которой ты мужчина, ты давай. Нет. Вот тогда каждый день нам заказывают какие-то доставки. Привозят что-то, везут, увозят. Я уже доставку, эти коробки, вот здесь, ну, реально. Я не знаю, ну, она много денег тратит из тех, которые она зарабатывает. Я не считаю, что это нонсенс какой-то. Таких семей очень много у нас в окружении, по крайней мере. Ну, вот я считаю, да, если вернемся к началу разговора, что нормально, когда женщина зарабатывает, когда может сама что-то купить, когда не злится, что почему я сама пошла купила себе сапоги, а должен был ты купить, да. Еще хочу поднять одну тему, когда женщина пытается построить отношения новые, когда есть дети, вот очень часто не могут построить отношения, потому что еще до конца неправильно выстроены отношения с бывшими. То есть реально, когда мужчина видит женщину с детьми, он понимает, что я люблю эту женщину, дети могу принять. Но когда появляется бывший, и когда вот эти вот все границы, вот твое мнение, как должны быть выстроены границы, чтобы новый союз увенчался успехом? Потому что чаще всего причина – это потому, что какая-то сумасшедшая бывшая жена, какой-то сумасшедший бывший муж, который там под дверью стоит или угрожает, или еще что-то. И действительно, отношения очень сложно женщине и мужчине построить вторичные отношения. Ну, если говорить про бывших, с которыми есть еще общие дети, здесь ситуация очень простая. Вы, как мужчина и женщина, не состоялись в отношении друг к другу. Надо просто это понять и осознать. Вы можете ненавидеть друг друга, можете с уважением относиться друг к другу. То есть между вами, как между мужчиной и женщиной, ничего не получилось. Но вы состоялись как родители. Вот эти два состояния нужно отделить друг от друга. Ты был моим мужчиной до момента развода, мы развелись. Теперь ты просто папа моих детей, а я мама твоих детей, мы родители. И вот как, например, недовольная бывшая жена разговаривает с недовольным бывшим мужем по телефону? Как у них будет разговор строиться? Требовательный. Они все не нравятся, они истерят. Они будут истерить, да. Ты должен, ты обязан. Моментально контекст меняется, когда я звоню, например, своей бывшей жене, не как бывшей жене, а как маме моего сына. Я это тебе про себя сейчас говорю. У меня был тоже такой период, когда я после развода, на свою бывшую жену, общаясь со своей бывшей женой, общался с ней, как с бывшей женой. И это все приводило к постоянным недопониманиям. Как только ты переключаешь фокус внимания на «это мама моего ребенка», мы родители. То есть, как женщина или как мужчина, мы можем быть абсолютно друг другу не близки по сердцу, по духу, по ценностям, но мы с тобой родители. Давай научимся взаимодействовать, как осознанные родители, во благо нашего ребенка. Точка. А многие женщины этого не научились делать, равно как и мужчины. И когда появляется новый человек, и он понимает, что в жизни моей женщины присутствует некий, знаешь, как часто говорят, мы остались друзьями. Какими друзьями? Вы не смогли быть в браке друзьями. Вы там же, что вы там не дружили? Дружите. Семья – это многогранное состояние человека. Там и дружба есть. Вы любовниками могли быть, и друзьями, и соратниками, и партнерами. Вы никем не смогли стать. Какие вы друзья? Вы просто мама и папа. Точка. И вот он появляется, конечно, для любого мужчины, когда он видит, что мало того, что после этого самца осталось его потомство, так еще и сама-то жена моя, там, будущая жена, взаимодействует с этим человеком не на уровне родителя-родитель, а на уровне мужчина и женщина, как твои дела, как то, нет. Как мои дела – это обсуждаемый вопрос только с моим мужчиной. Как дела у нашего сына? Вот здесь контекст открыт. Как дела у дочери? Контекст открыт. Как ты себя чувствуешь? Какая тебе разница, как я себя чувствую? Вот эта разница сегментирования должно присутствовать в любой паре, которая разбежалась. То, что касается ошибок женщин, очень часто допускаемых в построении отношений с мужчинами, а у женщины есть дети, это позиция поиска мужчины, который полюбит детей. Да, это позиция многих, да, что ты должен полюбить моего ребенка как своего. Не должен любить твоего ребенка. Не то, что как своего. Многие своих-то не любят. Но я еще твоего прихвостня должен полюбить. Сколько это мы там? Четыре годика? Ну, не срется, не сытся уже в памперс. То есть, вроде на горшок сам сходит. Я должен к ребенку относиться как? Ну, к чужому, если я беру женщину с ребенком. Доброта, уважение, забота, эмпатия, родительская педагогика, насколько это возможно. Все. О какой любви идет речь? Если она появится, слава богу, бывали такие ситуации, я знаю такие семьи, когда женщина выходила замуж с ребенком, ребенку было полтора годика, этот мужчина его воспитывал как своего. Да, он с ним везде был. Скорее всего, и бывшего на горизонте не было. Ну, возможно, да. И выстроились потрясающие отношения. Ребенок с детства называет его папой, хотя он не родной отец, этот говорит ему сынок, и они невероятные друзья, и там любовь, любовь, любовь. Бывает и такое. Но когда женщина основным критерием выбирает для себя, он обязательно должен полюбить моих детей, да не должен их любить, он должен быть добрым по отношению к ним, заботливым, научиться договариваться. И самое главное, вам нужно научиться взаимодействовать. Это же частая проблема, когда мужчина видит, например, какое-то неадекватное поведение пацана, которому уже 10 лет, и он понимает, что вне зависимости от того, сын он, не сын, там, не знаю, сосед, ему нужно не комментарий дать, а леща, в прямом смысле слова. Вот эта история, которую навязали сейчас родителям тоже, не нарушая границы своих детей. Нарушения границ бывают разными. Если мы говорим про отношения мальчика с папой, там немножко другая история. С девочкой другая история. Расскажи, у меня сын. Ну, по крайней мере, правило, мальчика наказывает папа, а девочку мама, оно должно присутствовать. Потому что, когда мама часто выходит с наказаниями в адрес ребенка, да, безусловно, ты же не можешь молчать, если он что-то не так делает. Но отец в большей степени взаимодействует с мальчиком. Потому что, не дай бог, там какая-нибудь жена ненавистничества проснется в твоем пацане, либо наоборот, он насильником потом будет, из-за того, что мама его постоянно дергала, где-то бессознательно могла пристыдить, нарушить его границ. Но бывают ситуации, когда с мальчиком нужно общаться, как с мальчиком, а не опираться на книжку какую-то. И если я сейчас повышу на него голос, это нарушение границ. У меня была такая история в общении с моим сыном, когда ему было там 13 лет. Я максимально... Он должен быть деликатным, тактичным. И он как-то мне там в магазине мы стоим, он мне, значит, скажет, я все от газля, ты понял. Вот так, понимаешь, подтянул к себе или сынок? Еще раз, я услышу нечто подобное. Но он там ножками в воздухе поболтал, все. Я не говорю о том, что это нужно применять какое-то насилие. Нет, это не насилие под запретом. Но жесткость зрелая, здоровая от отца в адрес мальчика, неважно, родной он твой или неродной, должна присутствовать. Потому что вот тебе в результате инфантильные мужики. Ты что на него кричишь? Подожди. А если он пойдет заниматься самбо, например? Его там пару раз воткнут в матрас. Ну, этот мат. Ты тоже прибежишь. Потому что я где-то видел, где-то соревнования были по борьбе. Там парня забороли, и бабушка вылетела с сумкой. Давай сбивать бегать. Значит, этого его оппонента, понимаешь? Но это маразм. С девочками, безусловно, тоже другая история. С ними нужно, наоборот, дать возможность девчонке прожить себя и позлиться, чтобы она могла и в агрессии, и в разных состояний. То есть, не нужно ни мальчику, ни девочке навязывать. Ты девочка, это тебе нельзя. Ты мальчик, девочку нельзя бить. Ты посмотри, если мы посмотрим на детское насилие, детское насилие неосознанно. Мальчики выгребают чаще всех. Потому что мальчик... Это девочке бить нельзя. Она его стоит лупить лопаткой по голове, он лупаться должен ей. Потом он вырастает, находит себе жену и лупит ее. И все говорят, вы что-то такому учите? Вы же психолог. Я говорю, что он должен в 3 года говорить, пойдемте, будем рефлексировать над этой ситуацией. Нет, он должен лопаткой, а если это будет девочка? Я говорю, ну что делать, если это будет девочка? Я же приду и вашу девочку буду лупить. И учить сдачу сдавать, это абсолютно нормально. Это 100%. Поэтому здесь в основе отношений с любым ребенком доброта, уважение. Если это основная стратегия поведения и частично где-то там родитель на крик перешел. Понятно, что мы не говорим про избиение ребенка, но где-то взять за руку так, чтобы ребенок почувствовал силу твою. Надо ему ломать ее, как-то к себе подтащить. Это нормально. Потому что, когда мы всецело выстраиваем свою жизнь, опираясь исключительно на книги, у нас может сложиться впечатление, что мы какие-то недоразвитые. У родителей появляются чувства вины. Да какая же я мать, да какой же я. Отец, да успокойтесь. Успокойтесь. Опять возвращаясь к истории и к авторам этих книг, зайдите в 21.00 без предупреждения к автору абсолютно любой книги по психологии домой. Ты узнаешь очень много интересного. Там тоже есть крики, оры, а со многими из них даже дети не общаются. А многие из тех популярных специалистов, которых мы видим там, даже из современных, там и мужчины, психологи и женщины, она психолог, сама жертва в отношениях. Его из каждого утюга показывают, он абьюзер, еще тот лупит свою жену. Самовлюбленный нарцисс, понимаешь? Не будем называть фамилии, что не смотришь фотографии, все какие-то выпидрены. Для чего тебе, мужчине, психологу, такие выпидренные фотки? Как будто тебя готовят, блядь, какой-то ебли групповой, понимаешь? Блядь, по-другому не скажешь. Ну, как ты успокойся уже. Я все понимаю, нужно там соблюдать какой-то презентабельный вид, ухоженность. Но это уже, мне кажется, зашквар. Когда фейстюном пользуется мужчина. Там уже вообще катастрофа, когда мне кажется, что фейстюн. Филипп Киркоров отдыхает. Филипп, он артист. Ему можно все. Ну, в пределах разумного. Я от тебя сегодня не отстану. У меня много вопросов. Я бы хотела поговорить про измены в отношениях. Вот можно простить измену или нет? А что такое измена? Измена – это когда мужчина понимает. Это не когда он шел по улице и случайно каким-то образом… Даже часто, я тебя случайно изменил. Да, случайно изменил. Ну, как ты же добегаешь до туалета, ты же можешь себя контролировать. Это все равно… Конечно, это нужно смотреть, из какой семьи, есть ли у него вообще ценности, проверность и так далее. Но, например, очень частый вопрос, мне кажется, я у тебя тоже в комментариях смотрела, когда ты собирал вопросы для эфиров еще, и там, Марка, как простить измену? Марка, можно простить измену? И, конечно, нужно смотреть на контекст, но если самое популярное возьмем, например, любовница, или он изменил 2-3 раза, ей некуда идти, у него двое детей, ипотека. Вот что ты рекомендуешь таким женщинам? Ты же понимаешь, что человек, который идет изменять, ему там хорошо. Конечно. То есть, его же там не грызут. Ну, может быть, конечно, грызет кто-то, не знаю. В этом никто не бьет, на нем никто не издевается. Ну, тут вопросов может быть массово. То есть, сама специфика супружеской неверности, она не может быть однобокой. С одной стороны, есть категории женщин, которые сами того не понимая, создают суперусловия, чтобы мужчина начал изменить. Вот, допустим, у нее там избегающий тип привязанности, и для нее близкие отношения с мужчиной небезопасны. И она бессознательно создает такую атмосферу в доме, что он уже не знает, куда деться, и начинает ходить налево, находит себе любовницу. Она об этом узнает и никуда не уходит. То есть, она продолжает быть в семье, у нее появляется масса оснований и инструментов не сближаться с ним. Ты козел, ты мудак, ты такой-сякой, определись, с кем ты. А он определиться не может, либо не хочет. Слушай, у нее такой прекрасный выбор, понимаешь? Конечно, зачем выбирать? Захотелся этой, захотелся этой. Все здорово. Рядом с двумя женщинами осознает свою значимость. Это ждет, когда из семьи уйдет, это ждет, пока любовницу брошу, вернусь обратно. Бывает так, что мужчина изменяет, ну, потому что он просто вот такой. Да, его остановить практически невозможно. Он вот, все, что движется, для него является мишенью. Он где-то даже идет в сексуальную связь, чтобы от стресса уйти, то есть снять стресс, напряжение. И такое бывает. Но тут вопрос. Тут именно психика женщины. Может она простить или нет? Мне кажется, это все равно, как вот, знаешь, склеенная чашка. Ты все равно, когда будешь туда наливать кипяточек, ты будешь думать, налопнет она сейчас или нет? Это вот все равно, мне кажется, женщина до конца в глубине души, если она любит этого мужчину, если она как бы к нему относится, как к любимому, и это действительно для нее было больно. Как бы она ни старалась, как бы она ни ходила к психологам, как бы она там все что-то. Это просто отсрочка в итоге разрыва, ругаться потом через 5 лет из-за некупленных сапог, например. Очень сложно зайти в отношениях, где ты будешь стопроцентно убеждена в том, что тебя не будут изменять. Конечно, сложно. То есть, от того, что ты уйдешь из этих отношений и построишь новые, ты можешь с такой же ситуацией столкнуться и в следующих отношениях, и в других. И здесь, безусловно, в моменте, когда об этом человек узнает, это очень больно. Я всегда рекомендую не принимать никаких решений на эмоции. Возьмите паузу, остыньте, успокойтесь, посмотрите на все происходящее не с эмоциональной точки зрения, а больше с такой рациональной. И только потом принимайте какие-то решения. Измены могут быть разными. И если это система, и мужчина в этой системе постоянно находится, раз, простила, опять измена, два, простила, ну, тут уже выбор за тобой, разворачивайся и уходи. Если это продукт вашего деструктивного взаимодействия в системе семейной, ну, здесь нужно договориться. Нужно договориться. Потому что, ну, очень часто, когда я общаюсь, например, с женщинами, которые мы изменили, там не сам факт того, что он был в другой, беспокоит, сколько мысль о том, что его привлекла другая женщина больше, чем я. Понимаешь? И тут, куда мы не посмотрим, везде есть ответственности мужчины и женщины. Вот пример приведу. Муж ходит и кричит, я за то, чтобы моя жена развивалась, чтобы она работала. Она работает. То есть, она большую часть времени в мужской энергии находится, упаханная. Сил на позицию сексуальной кошечки у нее нет. Он эту сексуальную кошечку замечает в другом месте. Почему? Потому что свою просто уничтожил. И здесь можно очень долго рассуждать и о психоэмоционально-сексуальном созревании мальчика в семье, и про его отношения с мамой и с папой. Но такое часто бывает, когда мужчина уничтожает в своей женщине сексуальность, привлекательность, делает это бессознательно, потому что он не готов к контакту с такой женщиной, потому что для многих мужчин сексуальность – это ненадежность, сексуальность – это привлечь внимание другого самца. Если меня нет рядом, это конкуренция. Поэтому лучше прибить ее и довести до такого состояния, чтобы женщина сама в себе начала сомневаться. Но при этом что мужчины делают? Они замечают других женщин. То есть, они же видят сексуальность, сравнивают со своей и идут и изменяют. Хотя и девушки тоже не менее хороши в этом смысле. Статистически, если мы посмотрим на статистику изменяющих, там разница между мужчинами, очень побольше, что это 4-6, 8, ну, до 10%. То есть, и женщины, вот из категории изменяющих, если мы статистически смотрим, недалеко от мужчин ушли. Женщины со своей стороны, я хочу себе сильного мужчину. Какого? Сильного, уверенного, успешного, целеустремленного, встречает она такого мужчину. И задача женщины – его кастрировать. Почему? Потому что такой мужик интересен и другим женщинам. Ему нужно придать новый вид, чтобы он был абсолютно непривлекательным. Я слышала, она сказала, нужно выйти замуж и мужчину раскормить, чтобы на него другие женщины не смотрели, чтобы у него была низкая либидо. Ой, слушай, я знаю массу жирных мужиков, все у них в порядке с либидо. Я про то, что у женщин в голове, это подтверждение твоих слов, что женщине нужно, если она схватила мужчину, все, нужно сделать так, чтобы на него другие женщины не смотрели. При этом сама же женщина тоже головой крутит. И когда ты превращаешь своего мужика в неинтересного, она начинает замечать интересных мужчин. А если мы говорим еще про статистику, то женщины, например, в изменах более решительны, чем мужчины. Например, количество женщин, у которых одномоментно может быть два любовника, где-то почти на 40% больше, чем мужчин. И мужчина может быть с одной и той же любовницей на протяжении всей жизни с женой. То есть у него вот жена есть, и он всю свою жизнь еще с одной женщиной, с любовницей. Вот у него все его устраивает. У женщин... У женщин это вообще другая история. И женщины чаще изменяют на своей территории, и женщины чаще идут на измену где-то в разных поездках. Поэтому, когда я слышу, вот мужчина уехал в командировку, либо улетел на отдых куда-то один. Я боюсь, корпоратив какой-то у них. А статистика говорит, что наоборот, женщин больше изменяют на таких мероприятиях, чем мужчин. Мужчины более в этом смысле сдержаны. Как сохранить любовь и страсть в отношениях на долгие годы с учетом сегодняшней реалии, что мы друг другу надоедаем, мы друг друга контролируем, мы очень много находимся вместе, мир очень быстрый. И вот как сохранить вот это притяжение друг другу, эту искру? Ну, во-первых, нужно убрать это ожидание, что у нас получится сохранить страсти и эмоции на всю свою жизнь. Никогда вы не вернетесь к периоду влюбленности, никогда вы не вернетесь к этим гормонам в таком количестве. Здесь все исключительно через осознанность. Нужно дать возможность быть собой рядом, партнеру. Когда это принцип золотой, я могу быть собой рядом с тобой, а ты можешь быть собой рядом со мной. Не нужно ожидать, что мы будем друг другу удивлять всю свою жизнь. Ну, биологические возрасты женщины, когда она наполнена супер красотой, она такой персик наливной, это уже ограниченное время. У мужчин тоже не все так просто, мы же не можем всегда быть супер привлекательными. То есть, есть период, когда мужчина и женщина в отношениях что-то строится на страсти. Есть периоды, когда в большей степени на партнерстве, на дружбе, на поддержке, взаимовыручке. Но, если вы уже живете там 10, 15, 20, 30 лет вместе, там уже контекст отношений другой. Но это тоже мужчина должен понимать, потому что очень часто мужчина занимает такую позицию, что мне здесь стало как-то скучно, грустно, что она как-то не так извивается, секса стало меньше, тоже куда-то я пойду. То есть, мужчина тоже должен головой понимать, что отношения, они трансформируются, что не всегда будет. Конечно, да это и женщина должна понимать, и мужчина, все должны понимать. Потому что, когда мы упираемся, как дураки, знаешь, как сейчас нам можно встретить формулировку, ну, я такой, ну, ты же не дебил. Ну, ты же, когда приходишь на работу, себя руководитель вызывает к себе и говорит, мне не нравится, вот это, вот это и вот это. А ты ему не говоришь, ну, я такой. Ну, если такой развернулся, иди отсюда, уволен. Почему в отношениях не так? У нас, почему я часто говорю, что, по сути, большая часть семейных пар, это такой мини-психиатрический реабилитационный центр, где встречаются два идиота. Я, как бы, не говорю, что я исключение из правил, да, у меня тоже такой опыт был. Встречаются два идиота, которые пытаются доказать друг другу свою правоту. И мало того, что вот в этой конструкции, в которой они находятся, там вообще ничего не работает. Ни с его позиции, ни с ее позиции. И вместо того, чтобы пойти в развитие себя, мы занимаемся развитием своего партнера. То, о чем мы говорили, иди к психологу, нет, тебе надо к психологу сходить. И когда вот есть, знаешь, две таких, два мира, вот конкретно два мира. Есть мир осознанных, счастливых людей, там, где есть порядок, а есть мир неосознанных и несчастливых. И те, которые живут в неосознанном, они постоянно говорят, нормальных женщин нет, всем женщинам нужны только деньги. Женщины кричат, нормальных мужиков нет, всех мужиков поразбирали еще в детском садике нормально. Вот эти, которые живут в мире порядка, они знают о существовании вот этих, а эти не знают о существовании этих. Поэтому это касается абсолютно любой женщины. Вот даже у нас, я же одно время продавал там, когда эти курсы, я сейчас не продаю их вообще. Люди, очень часто, может быть, ты замечала даже у твоей аудитории, приходят с одними и тежими вопросами. Причем годами. Годами. Представляешь, у меня недавно было сообщение, причем их много. Вот одно из них. Мне там девушка писала в 18-м году или в 19-м вопрос, потом написала мне в 20-м, потом в 22-м, и сейчас вот 24-й год, и она тот же вопрос мне задает. Ну, все-таки, вот может быть, вы мне подскажете, и ты понимаешь, что у человека степень осознанности отсутствует. То есть, кто-то говорит, у меня нет денег, чтобы заняться собой. Дело не в деньгах, у тебя нет желания. Почему? Ты пытаешься навести порядок там, где его невозможно навести. Это опять возвращаясь к Библии. Не мещите бисер перед свиньями. У тебя может быть полная миска жемчуга, и ты можешь выйти на улицу, в свинарник зайти, бросать его и пытаться договориться с этими хрюшками не топтать. Это же жемчуг. Да, они не знают, что это жемчуг. Они в своей системе ценностей. Этот бисер нужно отнести туда, в сообщество людей, которые могут взять его в руки, оценить, что это, и положить близко к сердцу и держать. Поэтому, когда женщина встречает в своей жизни мужа-алкоголика, наркомана, безработного какого-то абьюзера, это ее зеркало, это ее отражение. Это не потому, что тебе не повезло, карма у тебя какая-то, судьба, по наследству перешел тебе этот недотепа, или жена какая-то стервозная. Нет, ребят. Вот ты смотришь на своего мужа либо на свою жену и понимаешь, что это отражение программы. У вас одна энергия, у вас одни волны, вы заряжаете друг друга. И вам сейчас дай другого человека, который там высоковибрационно находится, строит счастливые отношения, вы скажете, что он какой-то больной, он какой-то ненормальный, вас даже не вызовет интерес этот человек. И вот они варятся в этом говне, по-другому не скажешь. И я почему одно время ушел в такое затишье, у меня из-за этого там просадка на YouTube-канале пошла по просмотрам. Я уже говорил об этом, я до такой степени устал от того, что мне нужно было постоянно взаимодействовать с людьми вот на их энергии. Да, которые не понимают. Я-то чувствую себя по-другому, я вкладываю в это любовь, заботу о людях. Ну, пожалуйста, живите, живите. Я в какой-то момент времени... А потом еще скажут, курс не работает. Ну, да, я просто не выдерживаю, раз вышел в Instagram, там записал этот сториз и говорю, слушайте, вы достали меня все. Вот достали, вот не вся аудитория, вот эти постоянные нытики. С вами я больше не работаю. Я, правда, там закрыл одну программу, куда все эти приходили, вторую программу, ну, я просто не могу. А когда ты уходишь в такое поле, которое тебе самому созвучно и транслируешь какую-то информацию созвучную тебе, она всегда срабатывает. Всегда.